Горизонтальные связи – то, что сейчас необходимо промышленной отрасли Сибири. Так подумали в Алтайском союзе промышленников и позвали коллег из таких же объединений на Первый Сибирский форум, чтобы обсудить, как вместе решать общие проблемы. Принимающей площадкой стал завод прецизионных изделий. В прошлом году мы добавили 82% объем. Это в условиях перехода, обрезания и так далее. В этом году пока идем порядка 40 с лишним процентов плюсами в прошлом году. А надо больше. Есть очень большие потребности в кооперации, в взаимодействии. Потому что где гособоронзаказ, там в три смены работы и не справляются предприятия. Есть предприятия, которые немножко потеряли выпуски в связи с санкциями, так сказать, и так далее. И вот наша задача, действительно, объединившись, наладить взаимодействие так, чтобы все двигались вперед. И в таком положении все предприятия региона. Выпускать больше диктует рынок – гражданский и оборонный. Заместить весь импорт, который пер в Россию, ну, сами посудите, это же огромная работа. Плюс военные все заказы надо поднимать. То, что 30 лет не делали практически. И все это на фоне поиска поставщиков комплектующих, новых кадров, финансовой помощи и более глубоких проблем. Так, Омска область, единственная в Сибири, входит в 20-ку промразвитых субъектов страны. В ней функционируют 3100 промпредприятий. При этом в сфере не достает денег на развитие. Парадокс. Чем больше ты производишь и выпускаешь продукцию из-за страны, это не означает, что ты будешь жить лучше. Но я могу провести клинику. За прошлый год мы перечислили налогов во все бюджеты города Омска на 240 миллиардов рублей. А досталось городу Омск 10 миллиардов. Это в два раза меньше, чем в Новосибирске. Так что на форум возлагают большие надежды решать проблемы и продвигать решения за счет взаимовыгодного партнерства. Только КАМАЗ 80 тысяч штук заявляет, что ему потребность надо, потому что иностранные у нас поставщики все ушли, у нас сейчас нет. Он единственный производитель этих топливных систем для дизельных двигателей. И вот для КАМАЗа надо их 80 тысяч штук в год сделать. Он сейчас сегодня делает 15. Вот он бы мог больше сделать. И он обратился, он говорит, давайте соберем, посмотрим. Может быть, что-то на аутсорсинг я отдам. В экономическом плане мы даже можем выиграть с учетом сокращения времени взаимодействия, сокращения логистики. Главное, чтобы мы были полезны друг другу. Вот в чем задача сегодняшней встречи. С тем, чтобы мы нашли контрагентов новых друг к другу. С тем, чтобы мы нашли новые формы взаимодействия. В рамках форума делегаты познакомились с алтайским производством и Барнаулом. Гости пока не спеша делиться планами. Сейчас их задача выработать стратегию совместной работы и мыслить уже в рамках Сибири. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.